Смотрите, сейчас я объясню. Стоять над ситуацией или правильное обучение, и стоять в ситуации или неправильное обучение. Человек не имеет работы. И он очень сильно переживает об этом. Означает, не принимает судьбу. Не принимает судьбу. И он приходит к работодателю, он смотрит на него, он очень переживает, он очень волнуется. Он приходит к работодателю, он очень волнуется. Я очень хороший специалист в этом деле. У вас есть кто-то из вас работодатели? Есть такие? Хорошо, я с вами общаюсь. Тем более, что мы с вами знакомы. Знаете, я вам могу быть очень полезен. Очень. У вас есть свободные места на то, что мне нужно? На мою деятельность или нет? Нету? Может быть, есть. Видите, ему уже плохо стало просто от того, что я нахожусь в ситуации. Или второй вариант. Смотрите. Женщина хочет любви или нет? Любая женщина хочет любви. Так? Теперь. Она долгое время не могла выйти замуж. И, наконец, она вышла замуж. И она соскучилась по любви очень сильно. И она подходит к мужу и говорит ему, «Разговаривай со мной нежнее, еще нежнее, этого недостаточно, еще нежнее». Ну, плохо становится. Почему? Потому что так устроен этот мир. Чем сильнее человек находится в ситуации, тем он портит свою большую жизнь. И это закон. Смотрите, ситуация одна и та же. У всех, допустим, ситуация одна и та же. Одна девушка долго не могла выйти замуж. И она чем занималась? Молилась каждый день, желала всем счастья. Пришло время, она вышла замуж. И та тоже пришла время, вышла замуж. Но это когда она вышла замуж, продолжает как бы просто служить мужу, заботиться о нем. И жить правильно с этой точки зрения. Вторая, чем занимается? Она хочет любви, потому что она соскучилась, она ждала любовь все это время. И результат какой? Этот, с этой девушкой муж счастлив, а с этой он не может жить рядом. Ему очень тяжело. Интересно? Вы думаете, что-то по-другому как-то бывает на работе? Вот, допустим, у человека неправильные цели по отношению к работе. Он хочет денег. От этой вот деятельности, к которой он пришел. Приходит к начальнику, а начальник тоже хочет ему давать деньги или нет? У них одинаковые желания совпадают? Плохой начальник хочет его ободрать. Это означает, что они друг друга стоят. А хороший начальник, он чего хочет? Он хочет развития, он хочет, чтобы деятельность процветала и всем была польза от этой деятельности. Понимаете, он хочет пользы прежде всего людям. От этого бывает развитие. Смотрите, это еще более высокое мышление. Приносить пользу людям, от этого бывает развитие. А от развития бывают деньги. Видите, человек стремится не к результату, а к тому, что надо делать по-насамом деле. И пришел к нему фирма человек, который хочет денег. И он работать начинает. И этому человеку, который правильно настроен, ему тяжело с ним. Это факт, что он будет прощать и все прочее, пытаться его исправить. Но ему будет тяжело. Почему? Потому что он не тому научился. Он хороший специалист, все классно, он все делает, но он хочет денег. И это видно. Это сложно не заметить. Смотрите, хороший пациент и плохой пациент. Плохой пациент приходит к врачу и говорит, Олег Геннадьевич, вылечите меня, пожалуйста. Вылечите меня, пожалуйста. Вылечите меня, пожалуйста. Спокойно. Хороший пациент приходит, говорит, что я должна сделать, чтобы все получилось. Как я должна себя вести, как я должна жить, чтобы я выздоровел. Смотрите разницу. Один человек стоит выше ситуации. Он понимает, что может быть поможет, а может быть нет. Другой находится очень сильно в ситуации, и он уже заранее разрушает саму возможность ему помочь. Так или нет?